Я согласна на твое предложение купить мне новую шубу. Мое? Твое? И как я дошел до мысли такой? Ты не дошел. Ты вчера с ней приполз домой. Вчера я был пьяный, ничего не помню. А жена тебе на что? Чтобы напоминать. Одна женщина трижды была замужем и все три раза счастлива. А другая была всего один раз замужем. И тоже счастлива. А третья вообще не была замужем. И все равно счастлива. Вот и получается. Фиг поймешь этих женщин. Гаишник останавливает даму за рулем дорогой машины. Дама выходит, шатаясь. Так, езда в нетрезвом виде, говорит гаишник. Дама в ответ. Сам ты езда. Городок у нас маленький. Порядочной девушке, кроме как замуж. И выйти-то некуда. Вам придется или бросить пить, или распрощаться со зрением. Эх, придется наливать на ощупь. Звонит невестка свекровь и спрашивает. Мама, у нас с мужем спор вышел. Если ребенок обкакался, кто его мыть должен? Свекровь, недолго думая, отвечает. Конечно, мама. Так вот, мама, ваш сын пришел пьяный и обосрался. Приезжайте и помойте его. Один день выходного в пробке в одну сторону, другой день выходного в пробке в другую сторону. У москвичей это называется съездить на дачу. Папа, а ты когда делал маме предложение? Она тебе говорила, я подумаю. Первое время да, а потом? А потом после задержки так шутил уже я. Субтитры сделал DimaTorzok